Это все-таки междоусобная война, как раньше было, что там два княжества воевали друг против друга, так и сейчас. Техасская Народная Республика. Мы не будем. Да, да. Мы не они. Хотя имели возможность. Мы не они. Вот правильно слова были. Мы не они. У меня приличная зарплата. Я хочу извиниться, я как бы немножко ввел в заблуждение. Каждая реакция требует детального изучения. Добрый день, дорогие подписчики. Добрый день, дорогие слушатели, которые случайно зашли к нам сюда по каким-то там ссылочкам и так далее. Мы начинаем следующий очередной выпуск спорного вопроса чуть-чуть с опозданием, а и с опозданием только по той причине, что мы с отцом Альвианом были на рождественских чтениях и вот возвращались оттуда. Как вы заметили, вместе со мной здесь в студии находится отец Альвиан. Сразу же в начале хочу вам сказать, пока вы еще там собираетесь, быстренько перешли на телеграм-канал от Альвиана. Да, и на мой можете заглянуть, подписаться. Вот. И не забываем ставить там лайки, оставлять комментарии, ибо именно ваши комментарии являются одной из основной частью нашей программы. Итак, первое событие у нас озвучит отец Альвиан. Состоялись 32-е международные рождественские образовательные чтения. Ну, поездка наша была с этим связана, как уже сказал отец Геннадий. Рождественские чтения – это крупнейший православный форум, главное, наверное, такое масштабное событие Русской Православной Церкви, в котором принимает одновременно участие большое количество людей. Торжественные открытия происходят обычно в Кремле, в присутствии патриарха, вроде бы, как бы, даже были времена, когда и глава государства приходил, федеральные министры обычно бывают, ну и другие высокопоставленные представители нашего государства. И большое число архиереев, священников, мирян активных православных. На эти чтения приезжают со всех концов не только России, но и из других регионов соседних стран, из Белоруссии, там в мирные времена из Украины большая была делегация все время. А потом эти рождественские чтения начинают свою работу по секциям по всем Москве. Там, наверное, можно найти любую тему, которая так или иначе актуальна для православного христианина. Обсуждается абсолютно все. Отдельно там секция по тюремному служению, как окормлять заключенных. Отдельная секция по молодежному служению, на которой была. Отдельно по информационной работе в церкви, отдельно по канонизации святых. И так этих тем очень большое число. Работа со всякими разными группами нашего общества. И не только об этом. Какая-то по культуре. Ну, можно перечислять, наверное, очень долго. Военные. Военное, казачье служение. И даже есть специальное приложение рождественских чтений. Куда можно зайти и посмотреть, какие мероприятия в этот день, в каком месте проходят. И обычно бывает в день до 10 мероприятий разных, в самых разных концах Москвы. Мы с отцом Геннадием, как члены Совета священников, интернет-миссионеров, профессионального отдела по взаимодействию церкви с обществом и СМИ, были на мероприятии, которые организовал Владимир Романович Регойда в храме Христа Спасителя. Также, ну, я как руководитель молодежного отдела, был на молодежной секции. Ну, и это, конечно, самое главное. Это, наверное, встречи на полях этих самых рождественских чтений. Много знакомых лиц, много людей, которых ты и так больше в Москве не встретишь, потому что они живут в своих регионах. Поездка была очень насыщенной. Это было заодно поводом для нас с отцом Геннадием забежать на телеканал Спас. Ну, Патюшка, может, тоже что-нибудь. Да, я в основном был как раз на мероприятиях, связанных, которые проводил Владимир Романович Регойда. Сразу же хочу сказать для тех, которые там блюстители чего-то, там неподнятно придуманного самим собой, да. Там не было каких-то таких вот заседаний, не было какого-то заседания типа советского, да. Вот там ЦУ раздавались кому, что и как. Там присутствовали главы и парикальных отделов, и мы... Информационных, да. Информационных отделов, и мы, это самое, в блогере, которые присутствовали. Вот. Владимир Романович рассказывал о каких-то опасностях, которые могут угрожать. Потому что, понимаете, ведь мы сами методом проб и ошибок, да, тыкаемся туда-то сюда, видим, что здесь что-то неправильно, здесь слишком смущаются люди. Здесь что-то... То есть, и вот об этом говорил. И вот мне очень понравилась его мысль, я ее прямо вот так, она мне отпечаталась в мозге, да, когда его спросили, как реагировать на то, что происходит вот в этом самом, он сказал, что каждая реакция требует детального изучения. То есть, зачастую бывает, когда вот... На эмоциях сразу... На эмоциях сразу пишешь, а потом, оказывается, попадаешь в такую, так сказать... Подробности не знал, что-то не учел, первое впечатление ошибочное. Еще одна тоже мысль его, что молчание – это тоже позиция, когда, допустим, все обсуждают что-то, а ты не пишешь ничего. Ну, как вот с котом Твиксом, я так ничего не написал. Потому что, ну, не знаю. Вот то, что мы все время говорим с отцом Альвианом, я там не присутствовал, я не знаю всю эту ситуацию. Одни рассказывают так, другие рассказывают так, поэтому я просто, ну, не знаю, как там все происходило, поэтому я туда вообще не влезал. Вот. Что еще? Потом было... Перед этим было отдельное заседание благосфера и миссия, к которому тоже были приглашены мы, интернет-миссионеры, но поскольку отец Альвиан еще и как в молодежном отделе, он был на других мероприятиях, связанных с этим, то и вот мне было, я там был, тоже очень, вот, реально, это очень полезно для нас, мы собрались и вот обсуждали тоже наши проблемы, проблемы интернет-миссионерства. Это уже, опять же, без никаких руководителей, да, синодальных отделов, это просто вот были мы, миссионеры. Прекрасно докладом выступили многие, но мне больше всего, конечно, понравился отец Константин Мальцев, который очень, так сказать, все детализировал, даже вот об опасностях, о том, что ему, оказывается, угрожали смертью. У него около шести мусульман, которые перешли, если я не ошибаюсь, около шести он назвал цифру, которые перешли в православие после того, как он, это самое, ну, не после того, как в процессе его, так сказать, рассказания, общения с ним, да. И вот один из мусульман пришел к нему прямо в храм с ножом и говорит, я тебя убью, сейчас достал этот нож, он говорит, а за что ты меня убьешь? За то, что ты проповедуешь Святую Троицу свою. Он говорит, ну, если за Святую Троицу, то режь. А он говорит, а что делать? Бежать? Ну, если за Святую Троицу, то еще в храме. Ну, что ж. Так он говорит, сам убежал, скажем, с криками, ты дурак, и убежал, короче. Он надеялся, наверное, испугать, убивать тоже, наверное, не собирался, да, но вот не получилось испугать, убежал сам. Вот, то есть даже такие опасности угрожают нам, если мы, так сказать, последовательно двигаемся в одном и том же направлении. Ну, следующая новость, которая была, так сказать, самая, наверное, такая вот, переполняла все информ-каналы, это сбитие Ил-76 с украинскими военнопленными. И ВСУ дали понять, что сбили этот Ил именно они. Генеральный штаб ВСУ после сообщения поражения украинскими войсками российского самолета Ил-76 с военнопленными позволил, что продолжает принимать меры по уничтожению средств доставки на Белгородско-Харкевском направлении. Ну, что об этом можно сказать? Я хотел бы отметить два таких нюанса. Скорее всего, это произошло все по... Вот, знаете, я иногда критикую здесь вот состояние в России дел из-за бюрократии, что очень много спрашивают куда, что и так далее. И нет, как в Украине, что сделал, потом сообщил начальству. Здесь наоборот. Вот, скорее всего, этот случай произошел из-за того, что, о, увидели самолет, о, бах его. Украинская сторона. Да, украинская сторона. То есть они не сообщили начальству, что летит самолет. Скорее всего, начальство было осведомлено, что за самолет, что везет военнопленных, потому что это же был договор об обмене. А тут какой-то креативщик. Какой-то зенечек. Да тут какой-то креативщик. Опа, летит самолет. Сейчас я его ва-бах, и все. Поэтому, скорее всего, так. Правду-то мы узнаем позже. Но факт остается фактом, что погибли военнопленные. И сейчас именно обмен военнопленными затормозится опять до какого-то непонятного момента. А это очень плохо. Все-таки и русские семьи, и российские семьи, и украинские семьи ждут своих родных, чтобы вернуться, чтобы они вернулись. И тут такая ситуация. И еще хотел отметить второй момент. Героизм летчиков, которые до последнего старались увезти самолет от населенного пункта, и самолет упал в поле. Они могли бы катапультироваться, да и все. Что хотите, то и делайте. Но они погибли вместе со всеми, потому что они уже не успевали катапультироваться. Но увели от населенного пункта. Об этом говорил батюшка. Да, первый, от кого узнал, это батюшка этого села, который об этом рассказал. Да, да, да. То есть вот второй момент, который я хотел бы отметить, в связи с этим. Поэтому очень трагичное, конечно, событие, которое, опять же, затормозило даже вот и обмен военнопленными на непонятный срок. Смотрел списки имен, которые погибли украинских военнопленных. И вот если бы эти же самые имена, фамилии, отчества были, например, то есть совершенно спокойно могли бы быть эти же самые имена, например, где-нибудь список сотрудников завода где-нибудь в городе Волгоград. Обычные те же самые имена. Или список российских военнопленных. Потому что все те же самые люди. Сколько бы нам ни говорили, что мы там никогда не будем братьями и так далее, видно, что все тот же самый народ. Все те же самые люди. Просто кому-то силой туда пихнули в ССУ, выйти служить, у него выбора не было. Кто-то, может, и добровольно, кому-то мозги просто запудрили. И поэтому еще раз... Кого-то поймали в маршрутке. Так что еще раз я считаю, что это все-таки междоусобная война. Как раньше было, что там два княжства воевали друг против друга, так и сейчас. Конечно, не без внешнего влияния, но тем не менее эта война междоусобная между братьями. Да, кстати, вот вы сейчас сказали такую мысль, которая у меня действительно как бы вот... Это реально, да? Вот нас говорят о том, что никогда там в Украине николы не пробачим, а николы россиян не пробачим. У нас, на наших территориях действительно постоянно велись войны. Княжества два воевали. А после этого государство существовало дальше. И шло, и шло, и шло. Поэтому мне кажется, что это... Когда меня спрашивают, что неужели навсегда? Нет. Нет. Это все... И это пройдет. Конечно, если есть культурная связь. Это не только на примере России. Вообще, если народ культурно связан, я думаю, что убери границы между двумя Кореями северными и южными. Они тоже быстро соединятся. Когда-то Британия воевала с Соединенными Штатами Америки, Бостонское чайпитие. Тем не менее, это им сейчас ничего не мешает быть почти одним государством в Внешней Думе. Ну, пока одним государством. Но же еще одно событие, которое, ну, мы сегодня не писали его о том, что, ну, я, ну, есть... В Одессе в Техасе? Да. Техасская Народная Республика. И уже есть мемы, что, типа, вот, Россия будет передавать Техасской Народной Республике ракеты, запретив стрелять по Вашингтону и так далее. Ну, да, где можно. Представились ко Господу сразу два архиерея на этой неделе. Это архиепископ Анатолий Кузнецов и руководитель Синодального отдела по тюремному служению, епископ Раминский Иринар. Одному было 93 года, другому было 72. Начну, наверное, с владыки Анатолия Кузнецова, который был старше по возрасту. Он уже, вот, прошло отпевание его в Троицергиевой лавре, будет похоронен рядом с профессором Скуратом. Все-таки с Академией его много связывал. Последние годы своей жизни он провел в Звенигороде, в Савино-Старожевском монастыре. А так он в разное время успел послужить на разных кафедрах России, но потом по просьбе митрополита Сурожского Антония был переведен в Британию векарием Сурожской епархии. И вот по воспоминаниям того же митрополита Илариона Алфеева, британский континент, Туманный Альбион, принял его достаточно туманно, достаточно холодно. Какое-то время владыки не выплачивали вообще никакой этажа с зарплаты, он был без жилья, потом ему организовали какой-то сырой сарай, подвал, в котором он прожил много лет, будучи векарием. И зарплату у него сейчас точно не могу назвать в фунтах стерлингов, если что, потом была комиссия патриархии, и там все это указано. И у него зарплата была меньше, чем у диакона, то есть копейки совсем, чтобы на хлеб хватало, именно на хлеб буквально в смысле этого слова. Тем не менее, владыка со смирением служил, хотя будучи архиереем и возглавлял богослужение, но к нему его ни во что не ставили. А почему? Потому что белая эмиграция очень долго смотрела на священников рукоположных в Советском Союзе, как на агентах КГБ, как на каких-то там недоправославных и так далее, там красные попы и так далее. И тем не менее, я думаю, что спустя годы своего служения на Британском континенте владыка Анатолий смог своим личным примером многим православным британцам из первой волны эмиграции показать, что настоящих архипастерей у нас достаточно. Но он, кстати, никогда не возмущался, если бы не другие архиереи, в частности Ларионов, который не был на тот момент, молодой еще, не был согласен жить в таких условиях, как жил владыка Анатолий, то, наверное, так бы владыка Анатолий молча, не возмущаясь, нес бы свое служение. И также вот прислал себя к господу владыка Иринарх. Владыка Иринарх возглавлял сендальный отдел по тюремному служению. Долгое время он был еще и на других кафедрах, на Пермской, кажется, да, он был еще. И интересно, что тогда, еще в конце 90-х, начале 2000-х, владыка очень громко, публично, на Пензенской, публично заявлял о том, что государство не должно идти по пути глобализации, по пути того, чтобы ставить международные законы выше наших внутрироссийских законов. Однажды его пригласили на конференцию по толерантности, по непротивлению всяким западным ценностям. И тогда, вот еще только эпоха 90-х заканчивалась, он очень резко выступил, не пошел на эту конференцию, выступил против всех этих трендов на толерантность. И потом даже у него была критика всего этого. И на тот момент, конечно, он не был услышан, не был поддержан властями, и даже как-то вот был переведен уже из епархии. И что интересно, тогда, когда он это произносил, это не было воспринято политиками. Но мне кажется, те же самые слова, если бы он произнес сегодня, он бы никого не удивил, потому что сейчас все об этом говорят. Но тогда, когда вот конец Ельцинской эпохи, когда у нас сплошь и рядом были всякие союз правых сил, яблоко там, немцовые всякие у власти, это было прям вызовом. Но тем не менее, владыка вчера и днесь строго стоял на том, чтобы на первом месте была наша государственность, а потом уже всевозможные организации. Ну вот, просто такой небольшой комментарий. Тем не менее, вот он все-таки большую часть времени трудился на лоне тюремного служения. служения очень непростое. И заключенные, это, наверное, те люди, которые лучше вдруг их видят фальшь, неискренность. Они это быстро замечают, быстро раскусывают. И для того, чтобы достойно и долго нести свое служение среди заключенных, нужно быть человеком максимально искренним, прямым. И только тогда это будет иметь успех. Ну, что, в общем-то, владыке иерархе и получалось. Царствие небесное, мы представленным архиереем. Ну, а мы двигаемся дальше. Жизнь продолжается. Последняя новость, которую сегодня хотим, кстати, прокомментировать. Ну, это уже как бы заглавие, это уже обыденность, как звучит, как обыденность. Раскольники захватили храм УПЦ в Хмельницкой области. То есть захватывали уже не один храм. Но на сей раз они очень прославились, эти раскольники, это село Печески в Хмельницкой области, благочинный, в кавычках, ПЦУ Николай Хомяк, пришел с помощником Покровский храм УПЦ, где только закончилась литургия, пришел забирать храм себе. И когда начали возражать прихожане, которые в этот храм ходили, который, притом, насколько я понял, этот храм до сих пор остается в реестре УПЦ, он пришел забирать его. И этот вот так называемый благочиной, ну, очень непристойными выражениями оскорблял. Матерился. Фактически матерился, да. А в конце концов, я сказал, я тебя проклинаю. То есть вот такое. Ну, я хочу успокоить этих прихожан. Проклятие такого вот сатанинских сил, оно не имеет никакой силы для прихожан, для верующих, которые всегда были, есть и будут с Христом. Многие удивлялись, как так, это хамство, что это за батюшкой. Ну, во-первых, это не батюшки, это обыкновенные мужики, я всегда говорил, обыкновенные мужики, которые без каких-то оснований одели на себя подвязники и рясы и называют себя священниками. Поэтому, как говорится, есть такая украинская присказка «Ведно пана по халявам». То есть, ну, халявы, в этом смысле, вот, там, внизу, да, то есть. И вот видно священника по его делам. Какие, ну, просто, понимаете, вот я, ну, не попадалось, мне среди священников УПЦ, ну, во-первых, никогда священников УПЦ не забирали храмы, вот, в УПЦ, хотя была возможность, да, допустим, при том же самом Януковиче, можно было бы… У Киевского тогда еще патриархата. У Киевского патриархата можно было бы отбирать, однако же никто не… Даже вот, когда был освобожден от нацистов Херсон, то владыке Иоанну, митрополиту Херсонскому, предлагали… Вообще, ну, храм был при больнице Тропиных, Тропинка, так называется, больница, и в народе. И там просто вот его, так называемый, настоятель бросил, уехал, все, ну, стоял, пустовал просто храм. Так вот я сейчас ездил тоже в Луганск, там тоже говорят, а это храм этих раскольников, говорят, а что они там служат? Да нет, они служат, а что не забираете? Нам своих хватает, что мы… Да, и там тоже предлагали владыке заберите туда, назначил своего священника, однако он отказывался, говорил, мы не будем… Да, да, мы не они. Хотя имели возможность, да, мы не они, вот правильно, слова были, мы не они, вот, но тем не менее, вы думаете, что, когда временно отступили российские войска с Херсона, то, вернувшись туда ПЦУ, захватило еще несколько наших храмов, так сказать, пусть пустые будут, то есть такая вот дьявольская… Не зим, так понадкуйся. Да, не зим, так понадкуйся. Пусть пустой, но главное, чтобы не было этому ПЦ. Ну, вот в этом моменте я хотел бы еще, знаете, вчера вместе с этой новостью попалась чуть позже другая новость, которая, так сказать, показывает, что что-то в датском королевстве не так. Дробынка, всем известный, выступил в интервью вдруг с абсолютно противоположными мыслями, которые высказывал он раньше, до этого, в интервью. Одна из таких мыслей была… Он сказал, что если примут закон о запрете УПЦ, то вся судебная система Украины ляжет. Ну, об этом я говорил тоже неоднократно, да, потому что это нужно будет… Каждый храм, это отдельная религиозная организация. Каждую общину отдельно запретить. А она будет возражать, она будет подавать протесты, и это, представляете, что это будет, это 12 тысяч общин, это огромнейшее, это самое. Но до этого Дробынка говорил, что все нормально, все хорошо, вдруг он заявил, что вот это самое, даже судебная система. И еще одну мысль, которую я тоже прочитал, он сказал, что не нужно приставать к священникам, обвинять их всех в коллективной ответственности, потому что среди СБУ и этих самых больше предателей, чем священников УПЦ. То есть, если Саша Дробынка начал заступаться за УПЦ, то здесь что-то не так. То есть, Саша – это такой человек, который нос по ветру… Он не глупый, держит нос по ветру, и встреча его с Владыкой Павловым, как бы все говорили, это, наверное, он готовил Владыку Павла к сдаче в Лавре, а может, наоборот, он ищет пути, как бы простят ли его, когда он возвратится после победы наших войск, после закончания СВУ. Вот такие новости пришли к нам с Украины. Ну и наша традиционная рубрика «Спорный вопрос», в которой мы реагируем на эти видео, которые вызвали больше всего резонанса. То есть, в ситуации Геннадия выходит короткие видео, шортс, и по некоторым из них появляется прямо дискуссия. Вот мы их выбираем, точнее, выбирает Антон, который у нас все монтирует, все это наш главный, главный закадровый персонаж, и вот будем обсуждать эти самые вопросы. Ну, разберем первый так спорный вопрос, видео, в котором я отвечал на вопрос «Грех ли не ходить в храм?» Я ответил, что это грех, и согласно канонам, за это даже отлучает от церковного общения, должны отлучать. Мы, конечно, так сказать, идем навстречу, стараемся следливо не замечать это правило, но вообще-то, по идее, нужно отлучать от церковного общения людей, которые... Если три недели не был ни в тюрьме, ни на войне, ни в больнице, и не нашел времени хотя бы на час, на два прийти в правную литургию, ну, это уже... Да, это уже отлучение от церковного общения. Я так людям-то об этом говорю, говорю, вы понимаете, мы это не отлучаем, но вы сами понимаете, что вы себя ставите вне церкви, сами себя. Ну, в комментариях собрались в душеверцы, которые писали, что с Богом можно говорить где угодно, согласен, можно говорить где угодно, но причаститься, исповедоваться, совершить таинство вы можете только в церкви. Да, главное, что говорит Христос, кто не ест плоти моей и не пьет крови моей, не имеет части со мною. То есть, если вы не причащаетесь, не исповедуетесь и не причащаетесь, вы не имеете ничего общего со Христом. Христос же не говорил, главное, верить у себя в душе, там, не знаю, в сердце, в кармане, там, ничего где-нибудь там. Евангелие, то есть, то, что нам оставил Христос, это не про в душеверие, это конкретные дела. Он говорит, дело вера без дела мертва. Вот, как, это, знаете, типа, я вот футболист, на стадион не хожу, в команде не состою. Но в душе я такой голы забиваю, голы забиваю. Да, я нападаюсь. Вот что-то наподобие с человеком, который верит в душе. Мало того, я хотел бы добавить, что сам Спаситель около двухсот километров проходил пешком с Назарета в Иерусалим, чтобы посетить молитву в храме. Хотя он Бог, ему это не нужно было, да, как бы сказать. То есть, для нас это показывал, это пример. Еще такие комментарии храма, сейчас это просто коммерция. Но это обычно пишут люди, которые никогда не ходили и... Приходите, вот давайте так, вы будете приходить исповедоваться, причащаться, но ни копейки не жертвуете, ни свечки не покупаете, ничего, не тратьте деньги. Если для вас это принципиально, но главное, приходите, бесплатно исповедуйтесь и бесплатно причащайтесь. Да, самое главное таинство церковное, таинство причастия, и таинство покаяния, они совершаются абсолютно бесплатно. Вот. Да, и в принципе так тоже, когда, допустим, то же самое крещение, то есть, если у человека нет денег, он обращается, его покрестят и все сделают. Я сам, ну, я просто по себе говорю, я неоднократно и крестил бесплатно и венчал бесплатно, всякое в жизни бывало. Ну, так, и пусть они на других деньги делают. Мы делаем деньги не на других, а на другом. Вот большинство, ну, очень много священников, я знаю, которые занимаются, кроме священничества, приходится... Я, например, преподаю в университете. У меня приличная зарплата в университете. Я мог бы, по большому счету, если бы меня, допустим, не дай бог, лишили сана за что-то, да, сейчас, я бы спокойно жил бы на свою зарплату. Зарплата в церкви у меня очень маленькая, по сравнению с той, которую я получаю в университете. У меня был со мной батюшка, служил таксист. Я знаю батюшку маршрутчика. Я знаю батюшку преподавателей в университетах, это вообще очень распространено. Я знаю батюшку резчика по дереву. То есть, ну, это... А есть, если не батюшка, то матушка какой-то бизнес. Я знаю матушку, которая пекла там какие-то эти пряники, вот эти вот с этим картинками и так далее. На другом мы делаем деньги, а не на других. Ну, а некоторые писали, что попросту нет церкви рядом. Ну, если церкви рядом нет, то это как раз есть одна из тех выжительных причин, по которой вы не посещаете храм. Ну, опять же, насколько рядом? Если, ну, все-таки есть возможность... Ну, я так понимаю, это где-то Ямало-Ненецкий округ, тысячу километров, а круг нет храма. Если есть возможность хотя бы раз в году причаститься, надо стараться хотя бы раз в году причаститься. Пусть это, ну, дорого будет, но все равно... Да, ну, это имеется в виду, что если каждый воскресенье, он ничего не может, да, потому что далеко храм. Ну, все равно надо стараться находить храм. Хотя я знаю, допустим, даже вот у меня знакомые, я хороший знакомый в Америке, они в штате Флорида жили, они каждое воскресенье 120 километров ездили в храм, который был православный, этим было 120 километров. Я знаю ребят, которые из Китая прилетали в Россию, причащались, улетали, как туристы прилетали. Ну, вот тоже, пожалуйста. Ну, выход есть всегда. То есть, да, если нет рядом храма, то вы можете... не каждую неделю, да, потому что это является уважительной причиной. Но когда есть только возможность, вот, а желание должно быть всегда, вот, вы должны тогда где-то посетить, который храм, где-то приезжая в областной центр, там, я не знаю, куда, обязательно зайти в храм. Еще раз, верить в душе, это все равно, что пообедать в душе. Давайте мы все за столом сядем, а ты, Вася, у нас сегодня обедаешь в душе. Или там, умыться в душе. Ну, вот, долго будешь в душе мыться, однажды тебя попросят, знаешь, брат, ты мой. Давай в душе, а не в душе. Как церковь относится к браку разведенной женщины? Отец Геннадий ответил, что плохо, конечно, но лучше так, чем блудить. Звители на это задавали такие вопросы. А как церковь относится к браку разведенного мужчины? А если муж пьянется, а если муж кобель, ну, да пусть убивает, наркоманит, пьет, не работает, а ты терпи. Ну, здесь, наверное, нужно сказать, что есть причины для развода брака, которые являются действительно законными основаниями для развода. А есть случаи, когда развод был не совсем каноничен. То есть Христос прямо говорит, что если есть вина при любодеянии, то это основания для расторжения брака. То есть если муж кобель, как вы тут пишете, если он изменяет, это основания для развода. Также вот у нас есть такой документ, русско-православная церковь, основа социальной концепции, принятый в 2000 году. И там есть полный перечень оснований. Там есть и хронический алкоголизм, и наркомания. Да, да, да. То есть все эти вопросы, они не относятся к этому моему видео. Ну да, но так в целом, конечно, ну, смотря из-за чего развелись. Да, там есть что-то около восьми или даже больше причин, которые, по которым церковный брак, для развода, церковный брак считается недействительным. Утратившим каноническую счету. Да, да, да. Вот если избивает, то есть если есть угроза жизни, то есть это все причины как раз там перечислены. Поэтому этот развод, а про этот развод вообще не идет речи никакой, который на каноническом основании. Вот имеется в виду, очевидно, когда развелись по каким-то там, не сошлись характерам. Или просто потому, что другой мальчик понравился. Да, или другой мальчик понравился. Ну, здесь уже есть сложности. Когда человек, развод был по инициативе одного из супругов, то ему потом придется очень сложно, так сказать, второй раз венчаться. Да, по канонам невиновная сторона не имеет права на венчание. А виноватая, грубо говоря, он гулял. Невиновная имеет право на венчание. Да, невиновная имеет право на повторное венчание. Если он гулял, гулял, гулял и ушел, в конце концов, к любовнице, то нет, это не основа. Да, там-то уже надо идти к архиерею, там к апитиме. По канонам нельзя вообще. Да, вообще-то, ну, в принципе, мы знаем, что все у нас, архиереи имеют право брать на себя ответственность. То есть в пределах своей епархии могут что-то, так сказать, изменять в этом. Ну и следующее видео. Ну, здесь, скорее всего, недоразумение, но надо было, конечно, объясниться. Расторжение брака с богохульником грех. То есть у меня было видео, где был вопрос поставленный так. Является ли грехом развод с богохульником? То есть вопрос. Расторжение брака с богохульником грех. И вы сказали, что да, расторжение брака с богохульником грех. Да, хотя имелось в виду совсем другое, то есть я продолжил мысли, да, является, это является одним из оснований, то есть то, что богохульник, это является одним из оснований о том, о чем мы говорили в прошлый раз, признание церковного брака недействительным. Вот, но оговорка. Ну и переходим к нашей последней, третьей рубрике, мы читаем те комментарии ваши, которые нам показались интересными, ну, начнем, конечно, с положительных, благослови вас Господь, хорошее дело делаете, не только же Ходорковский лайф должен быть на ютубе, ну, спаси Господи. Абсолютно правильно, как плюрализм мнений, которые нам ввели еще с начала перестройки, он должен быть, поэтому, когда начинают выступать против того, что мы здесь, и особенно, говорю, у меня так, этот холивар под моим, что ничего там священникам в интернете делать, я объясню, говорю, ребята, ну, ведь патриарх, вот вы, для вас патриарх есть авторитетом? Да, есть авторитетом, говорю, но почему патриарх благословил, неоднократно призывал священников идти в интернет, нести миссию, а вы тут сидите, не, 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 пусть он говорит, но вот я считаю, что вы должны сидеть на приходах. Хотя, я согласен, особенно настоятель, в принципе, но если мы клирики, мы свою череду не пропускаем и служим и так далее, как положено, то какие вопросы могут быть к нам? Ну, а так делаем, стараемся, что можем. Ура, дождались, следующий комментарий, ура, дождались, завариваю кофе. Мы тоже пьем кофе, я неоднократно, ну, это шутя, потому что сейчас сразу же, а, вот они такие, я говорю, вот чашка с кофе, а надписи никакой нет, здесь могла быть ваша реклама. Ну, это шутка, это шутка, так что не думайте, что это самое. Место на стаканчике не продается. Да. Меня удивляет другое, как легко и просто осуждается человек своими же собратьями. Сегодня опасно исповедаться. Вот так, публичная, с улыбкой открываются и наши грехи. Правильно сказано, враг твой, есть ближний твой. Ну, напомню, что прошлый выпуск вышел еще, когда вот была актуальная, вернее, прям, на пике тема с решением сана отца Алексея Уминского. Видимо, это связано вот с этим. Но в чем принципиальная разница между исповедью и поступками отца Алексея Уминского? Я думаю, что вы, когда исповедуетесь, вы это не транслируете на телеканалы, вы это не идете в эфир к Алексею Венедиктову. А Уминский это делал публично. Публично призывал не молиться в храмах, где поминают патриарха. Публично поливал грязью российские суды, вообще всех, кого только можно. А исповедь, когда совершает человек, это тайная исповедь. И мы осуждали конкретно действия отца Алексея, которые привели к его лишь и не сана. Не в общем всю его жизнь, как он там женой живет, не наше дело, как он там проповедует, служит. А вот конкретно то, что он заявил публично. На публичную акцию была публичная реакция. Пишут, что Уминский вежал в Брусселе. В Брусселе. Где-то там после писающего мальчика. Не знаю, где он там. Не знаю. Может и там. То есть мы не следим за передвижениями Уминского, вообще ни за кем не следим. Не отслеживаем, не пересматриваем видео их там, не делаем никаких по этому поводу комментариев и так далее. Ну, было событие, мы его высказали свое мнение по этому событию. Ну, в принципе, и все. А куда он дальше уехал? Скорее всего, что уедет, потому что, ну, что же мы здесь делаем? Часто Мил Ходорковский еще что-то там подгонит, кроме вилы, которые у него там уже есть. К сожалению, современные мужчины не хотят брать на себя ответственность, потому что за него всегда все решала мама. Ну, честно, я тоже считаю, что этот процесс есть, что часто мужчины у нас становятся более такими маменькими сыночками. У нас в целом общество так устроено сейчас, что ребенок часто растет без мужского внимания. То есть сначала его воспитывает однополая семейная пара, состоящая из мамы и бабушки. Потом в школу он приходит, там тоже его окружают учительницы, там в садике воспитательницы, в университете, там уже по-разному тоже. Но тем не менее, вот вокруг и рядом женское воспитание. Ну, где ему взять мужество? Дай Бог, чтобы семьи у нас были крепкими, чтобы у детей были отцы, чтобы в школе у нас тоже зарплаты позволяли мужчинам идти работать в школу и тем самым обеспечивать еще и семью кормить, потому что часто мужчины не идут в школу, потому что семью этим не прокормишь. Ну и вообще, чтобы было как можно больше мужского воспитания. Ну и вообще, чтобы наше общество возвращалось к традиционным ценностям, которые основаны на христианской вере. И без возвращения к христианской жизни, к христианской этике невозможно возродить настоящую здоровую семью. Понимаете, вот эта цепочка, которую только что озвучил отец Илья Виану. Мама, бабушка, ясли там, садик, школа, везде женщина воспитывает. Вот прервите эту цепочку. Я об этом говорил. Дайте своему мужу взять ответственность за семью. Вот вы же прекрасный пример приводили по поводу того, когда человек там лежал и лежал, пока жена не... Дайте ему взять на себя ответственность за свою семью, и ваш сын будет не под влиянием мамы, а смотря на отца, пытаться его, так сказать, идти по его стопам, имея этот пример петлозами. Дайте эту возможность. Естественно, когда он был под влиянием мамы, а потом приходит под влияние жены, то им очень уютненько, так сказать. И от одной груди перешел к другой груди. И все. Вот. Мышь-то тоже хитрый, мы же не... Ну а почему? Если так уютно, там ответственность была мамы, здесь ответственность жены. Нет, это можно, это нужно, когда будет ответственный мужчина, он возьмет ответственность на себя, когда... Потому что так мужчина устроен. Когда приходит к какому-то вот тупику, когда какой-то пропасть впереди, он может, он возьмет на себя ответственность. Но сделайте, создайте, сделайте такое. Вы же женщины, вы же... Вот вы обладаете всем, так сказать, арсеналом, как мужчину, да, как дать ему яблоко с древом познания. Ну, я это шучу, просто, ну, действительно, умные, по-настоящему умные женщины делают так, что все вроде бы делается так, как они это сами, но мужчина считает, что все решил он. И семья двигается уже по этому, так сказать, по накатам, мужчина всегда принимает решение, как бы. Так, фу, как некрасиво, с каким злорастом говорит священник, радуется своему ютскому поступку. Опять же, про ютский поступок я подозреваю, что это про меня. В прошлый раз я говорил в видео, что так получилось, что оказалось, что я принял непосредственное участие в вопросе суда отца Алексея Уминского. Как это было? Вышел его выпуск с Венедиктовым на YouTube. Какое-то время он там провисел, на него обратила внимание только либеральная аудитория, которая подписана на Венедиктова. Я тоже решил посмотреть, но я периодически смотрю чисто как блогер для обзора, что же у них там происходит, всяких наших либеральных спикеров. Смотрю, о, у Венедиктова батюшка целый. Ну, что там батюшка говорит? Посмотрел, увидел, удивился. Те моменты, которые мне показались крайне удивительными, я вырезал, выложил у себя в блоге, где вот он говорит о том, что литургия несовместима с молитвой о мире и так далее, то, что явно противлечит христианскому вероучению, выложил у себя, у меня это увидел Роман Голованов, он на меня подписан. Он эти фрагменты видео взял и на телеканале «Спас», выложил. Он прямо там и говорит, что я его отца Альвияна увидел на «Спасе», он говорит. И обсуждал уже с владыкой Петеримовым. После этого данное событие уже обрело такой общественный резонанс, ну и в конце концов привело к суду. Знаете, мой поступок был иудинным, если бы я взял, например, и слил личный разговор, ну что-то вот такое, то, что он мне доверил, отец Алексею Минске, я взял и распространил. А что же сделал я? Отец Алексею Минске снимал это видео вместе с Виндиктовым. Для чего? Для того, чтобы это посмотрели люди. Это не их разговор на кухне. Они хотели, чтобы большая часть людей увидела их видео. Они хотели это видео распространить, что они, в общем-то, и сделали. Я лишь присоединился к тому, что тоже помогли распространить их видео. То есть оно и было рассчитано на то, чтобы вызвать резонанс. Для чего он еще это говорил, будучи священником? Ну он же не маленький мальчик. Если он специально нарывался на то, чтобы уличили сана, а я думаю, что он к цели шел этой прямо направленно, то... Ну или это просто глупый человек, если он такой изобретал. Ну да, но он не глупый человек, вот именно что. И он не раз уже получал от священноначалья замечания по поводу своей деятельности. Но тем не менее, все громче и громче заявлял. И дозаявлялся. Мой блог просто случайно оказался. Я думаю, что рано или поздно все-таки его заявления были бы услышаны церковным начальством. Просто дело в том, рано или поздно. Насчет злорадства это честно. До сих пор указа нет о лишении сана Уминского. То есть решение суда есть, а указа нет. То есть суд решил, что надо лишать сану, а патриарха еще не лишил. Я бы честно скажу, что даже сейчас бы был очень рад, если бы отец Алексей Уминский набрался себе все-таки совести, публично бы покаялся, заявил, простите, был не прав. Если бы его патриарх помиловал, если бы он вернулся к служению. И всем бы было хорошо. Я бы был только рад. И завершить хочу словами Владимира Романовича. Каждая реакция требует детального изучения. Поэтому прежде чем вот так вот отреагировать на один щелчок, подумайте, посидите, лучше минут 15-20, а еще лучше почитайте, посмотрите, пересмотрите и источники, так сказать, познакомьтесь с источниками. И на этом мы заканчиваем наш сегодняшний выпуск. Вот в конце всегда, когда не забываю, хочу напомнить вам, что если какие-то новости, вышедшие сегодня, не попали в наш обзор, это означает, что мы еще до них не дожили. Потому что передача записывается чуть-чуть раньше. Ее еще надо смонтировать. Ее монтируют потом и так далее. Она выходит уже, а за это время может что-то произойти. Поэтому следующее, следите за нами, подписывайтесь на канал отца Альвияна, на мой канал. Подписывайтесь на канал отца Геннадия. Мы сразу же, как только видео появляется в Ютубе, мы сразу сообщаем об этом. И следующие какие-то события, которые произойдут в нашем мире, как православном, так и в таком мире, резонансные какие-то, может за это время, может сегодня уже будет Техасская Народная Республика провозглашена. Но пока так, остается как есть. В следующем нашем выпуске мы обсудим те события, которые произойдут в сегодняшний день, которые, или мы, может даже вчера, но мы их как не заметили почему-то. До свидания. Всего вам доброго, братья и сестры. Субтитры сделал DimaTorzok